Еще в начале года перевозчики обратились в администрацию города с просьбой поднять тариф при условии наличного расчета до 35 рублей на автотранспорте, до 44 на электро. По данным перевозчиков, за последнее время себестоимость пассажироперевозок существенно выросла. Расходы на дистопливо увеличились на 25-28%, на запчасти от 30 до 35. Но основная причина – невозможность поднять зарплату водителям и кондукторам. Люди уходят, водители в первую очередь. Потому что на рынке труда есть гораздо больше, лучшие условия по заработной плате. Нам необходимо привлечь к себе людей, скажем так, восстановить престиж профессии водителя городского общественного транспорта. Только в Евробусе не хватает почти 50 водителей, а они обслуживают два популярных маршрута – 35-й и 53-й. В Комитете экономического развития обоснованность тарифов изучили. К тому же крайний раз стоимость проезда повышали в начале 2023 года. В 2023 году мы тариф не поднимали. Значит, сегодня, если мы рассматриваем данный вопрос, то этот тариф у нас сохранится еще на год. Иными словами, рост тарифа не будет превышать рост инфляции. К тому же 35 рублей – это стоимость наличного расчета и по банковским картам. Для многих горожан Барнауле предусмотрен льготный проезд. У нас три льготных категории – это школьники, студенты и пенсионеры. Значит, для них повышение за одну поездку составит 2 рубля. Если школьники из малообеспеченных семей платили 9 рублей из расчета за одну поездку, то будут платить 11. Остальные школьники с 12 до 14 повысят, у студентов с 14 до 16 за поездку и у пенсионеров с 16 до 18. Платить меньше могут и обычные граждане, те, кто пользуются электронными способами платежа. Тарифы по различным проездным сейчас на ваших экранах, и они значительно ниже 35 рублей за поездку. Для удобства пенсионеров, которые редко используют общественный транспорт, предусмотрели новый лимитированный проездной. За 20 поездок они заплатят 360 рублей. В срок до 15 апреля глава города должен подписать постановление о повышении проезда, но начнут действовать новые тарифы с 1 мая. Татьяна Голубева, День с толком. День с толком.